Здравствуйте! Сегодня 20 мая и хочу показать, как выглядят растения, посаженные в тот проблемный субстрат AC Garden, о котором я снимал видео месяц назад. Вот, стрептокарпусы, да, видите, вот проблема очагами, то есть это не весь субстрат прямо монолитно как бы испорчен, потому что вот, например, прекрасное растение, да, вот тут в палете тут одно, вот второе, допустим, но есть и прекрасное растение с прекрасной корневой системой. Если же мы возьмем растение вот с таким обесцвечиванием, то мы тут корней не увидим, то есть отравление идет системно, цельно и в корнях и на листве. Что мы видим? Со временем, со временем отравление как-то уменьшается и вот, например, растение вычухалось и тут даже вот корешочек виден, как-то оно выкарабкивается. Есть такие, которые не выкарабкивается, вот оно похоже и уже дохнет. Корней здесь нету. И в то же время рядом мы видим здоровое растение. Какой вывод можно сделать из вот этой всей картины, что какие-то крупинки, то есть какие-то крупинки какого-то отравляющего вещества. Или оно не отравляющее вещество, но концентрировано в большой дозе. Что это? Я не знаю. Переписка с производителем субстрата ничего не дала. Они просили высвать, как выглядят растения. И причем я писал им с целью разобраться, чтобы они... Они не с целью наезда, потому что наезжать тут бессмысленно, будет отнекиваться по-любому. Моя цель была, чтобы они разобрались и чтобы в будущем эту проблему как-то купировать. Но вся переписка закончилась примерно таким типа ответом, как сам дурак. Типа мы на 100% уверены в своем субстрате и это проблема у вас. Вода там, еще что-то. Ну, в общем, но как только этот мешок субстрата закончился, больше проблем нет. И все растения именно с одного этого мешка, все имеют очаговое отравление. Я сейчас покажу с этой же партии другой мешок. Вот я показывал, что я сделаю опытную посадку. И, как мы видим, вот три палета, они идеально растут. Никаких проблем. И такие же три палета стоят в другой теплице и тоже проблем нет. То есть, проблему имел именно один мешок. Будет ли еще проблема... С этой партией мы закупили, по-моему, всего 10 мешков. И будет ли проблема в других мешках? Я не знаю. И вот она как бы за все 25 лет работы с растениями, так вот массово, да, первый такой случай, чтобы в профессиональных субстратах была такая важа. Повторится она или нет, я не знаю. Скажу честно, у меня нет никакого желания работать больше с этим производителем. Никакого желания. Потому что моя переписка... Я переписку начинал, я сразу написал, что нет цели у меня на вас наехать там или обвинить там в что-то. Мне хочется, чтобы вы разобрались, чтобы в будущем, покупая ваш субстрат, я не волновался. Потому что, в принципе, первая партия была прекрасная, отличная. И, в общем, ни к чему переписка не привела. И, в общем-то, как бы это очень неприятная ситуация. Я сюда принес еще два палета бегоний. Бегония реагирует намного хуже, чем стриптокарпусы. И некоторые бегонии, они дохнут. Все-таки дохнут. Если мы посмотрим, то вот, например, Лена начала уже пересаживать. Есть, которые выкарабкиваются. Например, ну, кстати, вот, да. Почему я говорю, что это именно очаговое что-то, что какие-то крупинки. Ну, вот, с того же тазика посажено абсолютно идеально. И корневая тут хорошая. И в то же время, вот, отравленная. Да. И тогда точно так же, вот, как растение вычухивается. И идут новые листики. Тут еще плесень образовывается. Из-за того, что корневой нету практически. Такая ситуация. Тут корней, видите, нету. Нету. Хотя времени прошло уже настолько много, что... И вот тоже дохнет. Вот оно обесцвечивается. И молодой листик идет обесцвеченный. И, в общем-то, все это очень-очень плачевно. И представьте, мешок 200, по-моему, 250 литров. И представьте, мы его весь выработали. И, ну, Лена работает быстро. И я работаю. И нам его буквально за две недели, чтобы выработать. А проблемы сразу не проявляются, как бы. Да и не рассчитывали мы, не особо и наблюдали, что такая проблема может быть. И, в общем, когда мы кинулись, этот весь мешок-то мы и израсходовали. Вот такое дело. Сейчас Лена все пересаживает. И у Лены еще одна проблема возникла. У нее воспалились сухожилия на запястье. И, в общем, и работать не может ей кого-ли уже гормональный препарат, обезболивающий, противовоспалительный. И я ее берегу. Я поливаю большую часть растений, самую сложную, теперь на мне. И она бережет, ходит в стабилизирующем. В общем, как-то у нас проблема не одна. Не одна проблема. Поэтому мы этот месяц, я практически видео не снимал. Но, скажу честно, просто не было времени. Я даже мало что пересаживал, потому что хотелось узнать, во что пересаживать и как. Но я сейчас все равно что-нибудь да покажу. Это идеал. Прекрасное растение. Прекрасный сорт. Не знаю, кто это такой. Я много вам показывал. 2881. Много показывал, что у нас очень много сеянцев получается сейчас махровых. И некоторые я уже выкидывал. Сначала я ставлю наверх. Это у меня полка. Пусть постоит, потом выкину, скажем так. Последний шанс. Вот. Вот этот вот тоже пойдет в Экенштейн. Вот этот пока еще наблюдаю. Вот этот тоже наблюдаю. Мне нравится его цвет. Вот тут семена зреют. Вот что-то зацветает такое интересное. Смотрите, он такой махровый, 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 махровый. Что же за номер такой? 2933. Скажу честно, не помню. Много направо уже делать чистку. Из интересного, из интересного. Вот зацветает сорт. Очень хороший. Я его рекомендую. Это 2625. 2625. Вот эти цветки только распускаются. И этому сорту надо дать название, потому что, ну, у него очень красивые, очень уникальные цветки. Розетка прекрасная. Когда распустится, я, наверное, вам покажу. Здесь простенькое такое. Тоже, наверное, надо будет это все уже подчищать. И прямо королева или король, королева последних сеянцев наших. Явно сорт. Давайте я покажу целиком. Посмотрите на фоне розетки. Насколько огромный цветок. Ну, вот моя ладошка, да? Моя рука. Ну, офигеть. Просто огромный. И я все думал, оставить его, не оставить. Цвет чем-то похож на ВАВ. Но мне кажется, что он даже... Он, во-первых, в полтора раза крупнее, чем ВАВ. Вот. Цветоносый шикарный. Ну, и у ВАВ хороший цветоносый. Розетка прекрасная, насыщенная. Листва все прекрасно. Я скажу номер. 2937. Надо будет давать ему название. Прекрасный цветоносый. Жиренький, толстенький. Цветок очень долго держится. Я все надеялся, что он пахнет. Не пахнет. Вот, к сожалению, он не пахнет. А если бы он пах, он бы еще бы и приобретал бы персиковый цвет. Но не пахнет. Ну и ладно. Все равно хороший. Вот еще что-то тоже, наверное, будем... Это тоже выборковку. Для меня интересный вот этот стриптокарпус. Это ароматный, как вы видите. Он зацветает фиолетовым, пурпурным. Таким голубовато-фиолетово-сиреневым. Ну, вот это цветки уже старенькие. Ну, как старенькие. Взрослые, да, созревшие. Они слегка порозовели. Ну, он такой. Жалко, не очень крупный. Ну, хотя, что не очень крупный. 9 сантиметров есть. Но не огромный. 2745. И, наверное, я... Для селекции я его однозначно оставляю. Вот. А на размножении пока еще не знаю. Что у меня еще тут? Ну, вот такое. Тоже, наверное, будем это уже в отбраковку идти. Так. Так. Тут все попадало. Тады. Так. Что тут интересного у нас? Такой сорт. Мне очень нравится. И он в реализацию выходит. Это 2825. Мощнейшая розетка. Чем еще эта розетка примечательна? Чем этот сорт примечателен? У него темно-зеленый лист. И это хорошо. Много хлорофила. Он может выдержать много света. Он дает много энергии. И прекрасно растет. Вот детки. Детки. Его скоро будем реализовывать. Так. Вот тут. Ну, такой вот обильненький. Это 2820. Кто это такой? Нет. 2826. Интересно. 2826. Вот такой мне нравится. Вот. Яркая малиновая кайма. Тоненькая, тоненькая, яркая. Прямо вот сумасшедшая ярко-малиновая кайма. И на одном цветоносе до 10 цветков. 2778. Тоже в реализацию выходит. Можно будет скоро заказывать. Так. Здесь. Не знаю, что это пытается зацвести. Вот такие у меня здесь фиолетовые стоят. Тоже скоро в реализацию будет. Вот этот тоже прикольно. И, наверное, я его буду размножать. 2795. У него... Вот такой край. И, в общем-то, он харизматичный. Ну, просто. Фиолетовый. Ну, не фиолетовый. Пурпурный, скорее. Тёмно-пурпурный. Это у нас номер 2670. Тоже розетка неплохая. Я буду его размножать. И вот здесь, вот здесь вот чисто фиолетовый распускается. Он вырастет. Очень крупный. Это у нас 2668. Я его показывал. Здесь всё для селекции. Для селекции. Для селекции. Это такой фантазийник. Видите, много пыльников. Видите, много пыльников. Сейчас я вам покажу. Много пыльников. Это признаки формы звезды. Вот, когда сломана разбивка на лепестки, на природную, так сказать, на правильную, да, стрепсячую. Вот, один из показателей, это много не с пыльников. Не два, как обычно, а вот больше по кругу и разное, может быть, количество. Что у нас здесь? Здесь у меня красные стоят. Всякие. Ну, я некоторые попересаживал только. И вот они пока не цветут. Я хотел показать вот этот вот. И вы знаете, он у меня на мониторе очень грустный, неяркий. А все потому, что солнышко зашло, и даже дождик накрапывает. И цвет, он врет. Ну-ка, как же ж мне показать? Вот, видите, темно на улице. Темно на улице, а под лампами, под лампами цвет, цвет неправильный. Я могу только описать этот цвет. Темный, темный, красный. Вот, очень сверхтемный красный. И по этому темному красному еще более темно-красные пятнышки. Цветок огромный. Цветок огромный, более 10 сантиметров. И если вы обратите внимание, лепестки тоже не форма, форма цветка не стандартная, стрипсячая. А вот она уже, так сказать, мутированная. То есть, это форма звезды, которую мы вывели, да, вот эту мутацию. И вот эта мутация в разных интерпретациях, комбинациях работает по-разному. И в данном случае, видите, лепестков тут намного больше. Тут можно посчитать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, форма в данном случае не симметричная, но лепестков и не пять штук, как положено. Так, что мы еще здесь видим? Вышел же в реализацию у нас вот этот сорт. Это у нас, вот это его детки продаются. Это 2787. 2887, у него есть название, я не помню, какое название. Ну, а здесь, здесь внизу остатки сеянцев с зимней партии. Вот, посмотрите, сколько в палетах мало осталось. Остальные все процвели и пошли в утиль. Но с этой зимней партии все равно пару сортов мы отобрали. Может быть, даже не пару, может быть, один настоящий сорт. Я показывал этот настоящий сорт белый. Если фото показывал я этого белого, сейчас он не цветет. Так, вот такой у нас вышел в реализацию. Это у нас... А где же номер? Где же номер? 2768. Чем примечателен этот сорт? Он компактный, идеальный цветоносый. Цветки не крупные, наверное, 6-7 сантиметров всего в диаметре. Но зато они яркие, они контрастные, они четкий краб и прекрасно цветет. И идеальная розетка. И цветоносый. Так, что у нас еще? Тут у нас детки растут. Вот я еще хотел показать. А, сначала давайте я вам покажу вот этот сорт. Посмотрите, какая необычная форма цветка, да? Это у нас дети природника кандидуса. Представляете? Ничего общего, правда? Вот у меня тут его детки. В реализацию вы уже вышли. Его не особо берут у меня. Ну, я понимаю, почему не берут. С точки зрения обычного любителя, они как бы, ну, как бы вот они такие вот висюльки, длинные цветоносы. Но с точки зрения селекционера, это, это новое направление. Это совершенно новое направление. Это новая форма цветка. Ее просто еще не очень хорошо видно. И это дает, этот сенец дает старт в новой линии селекции. И вот это взрослый, да? Номер. Давайте я скажу номер. 2666. И номер у него такой прикольный. Вот. У него есть пестик. Его можно пылять. То есть, его можно вводить дальше в селекцию. И я думаю, он сверхперспективен. Кстати, я не помню, но, по-моему, вот это, вот этот беленький, это тоже его потомок. Но я не уверен. Очень много цветоносов. Вот прет тут. Хорошая розетка, кстати. Тоже пестик есть. Хорошая розетка. Краевого некроза нигде нету ничего. Вот. Ну, я не помню. Я не помню. Но здесь, конечно, форма цветка, ничего похожего нету с 2666. Вот. Потому что, потому что... Ну, потому что гены, отвечающие за вот такую форму цветка, они не обязательно передаются все деткам, да. Потому что есть такое правило. Кстати, например, если у детей, если мы берем маму и папу, да, и скрещиваем, то у ребенка будет 50. 50 процентов от папы и 50 процентов от мамы. А вот если мы этих детей берем и опять скрещиваем там, да, то, и, например, казалось бы, если... И сейчас я сформулирую. Вот у внучки и внука, грубо говоря, от бабушки и дедушки кто-то может подумать, что логично сказать, что 25 процентов, да, должно быть. Если у первого поколения 50 процентов, да, делим на два, то у второго поколения должно быть 25 процентов, да, от бабушки. Но это не так. Вот в этом ошибка. И фишка в том, что у внука от бабушки какого-то или дедушки, да, может быть, 25 процентов. Но с большей вероятностью, допустим, будет 25 процентов. Но с меньшей вероятностью может быть от нуля до 50 процентов. То есть это может быть и 49 процентов, даже 50 процентов, да, ну, с очень маленькой вероятностью генов от какой-то бабушки с дедушки, да. И в то же время есть вероятность, что вообще ничего не будет. То есть около нуля. И чем дальше поколение, тем вот эта вероятность, она более, более вариабельная, скажем так, может быть от нуля до 50 процентов. Вот кто ведет там какое-то дерево, да, своих предков, и думает, что у него там вот гены, там от прапрадедушки, там. Это все, скажу честно, полная туфта. Грубо говоря, кто сдает анализы вот этим аферистам на то, чьи предки у вас, это все, скажу честно, это все профанация. Обман. Это обман. Так, ладно, я отвлекся. Я отвлекся, наверное. Надо будет мне видео снять, хотя я снимаю уже видео по селекции, по правилам гепритизации, да. Вот, и работа со стриптокарпусами, когда множество, много видов скрещивается стриптокарпусы, вот чем я люблю стриптокарпусы, тем, что ни один, ни два, ни три вида в гибритизации участвуют, а больше десятка. То есть, видов стриптокарпусов больше сотни. И каждый, и они пластичны, они могут между собой скрещиваться и давать потомство. И получается огромное разнообразие генов, комбинируемые, перетасовываемые между собой, дают огромный потенциал для гибритизатора. И еще что это дает? Это дает возможность наблюдать, а как же вообще происходит, как же работают гены, как происходит гибритизация, какие законы работают, и как это вообще работает. И эти же правила работают ведь и с людьми тоже. Просто со стриптокарпусами это все видно намного быстрее. Так, много я чего-то наговорил. Давайте ж я расскажу о вот этом стриптокарпусе. Он только распускается. И это хит. Это лучший сорт, наверное, прошлого и этого года. Это 2717. Я не помню, давал ли я ему название. Наверное, давал. Он скоро будет в реализации. У него компактная розетка. Давайте я покажу, какая у него розетка. Посмотрите, у него листики-то не крупные. И у него сумасшедшие цветки. Он, вот этот цветок, только распускается. Вот видите, обратите внимание, он только-только распускается. Так, ну, прервалось. Видео договорю. Я снимал фото этого стриптокарпуса несколько раз. Ну, вот, снимаю еще раз видео. И, наверное, через две недели, через три недели я покажу этот цветок в распуске. Этот сорт уникален тем, что он распускается, ну, почти месяц. Почти месяц он растет. И еще месяц он цветет в распуске. Вот два месяца этот цветок, можно сказать, будет вас радовать. Уникальный сорт. У него сумасшедшие толстые цветоносы. То есть, мало того, что цветок огромный. И этот цветок цветоносы выдерживают. У меня его подрастают детки. Вот детка его. Вот тут их раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть деток всего. Всего лишь шесть деток я намножил. Все потому, что листвы-то не так много. Видите, вот это маточник. И вот это самый большой лист. Что тут много нарежешь. И вот листик тоже почти взрослый, можно сказать. И вот взрослый листик. Что тут много нарезать? Нет, ничего и не нарежешь. И я, по-моему, срезал всего лишь один листик. Да, я на размножение срезал вот этот вот листик. Всего лишь один. Вот это самый первый лист я не стал нарезать. Потому что он... Ну, с него деток не получить. Я его решил оставить. И он вот уже состаривается. Я его не срываю. Пусть будет. Пусть будет. Хоть что-то дает. Потому что... Ну, вот этот лист, наверное, вот этот лист я нарежу. Отрежу и нарежу на детку еще. Да, вот этот вот листик я срежу. Ну, может быть, еще деток пять. Даст. То есть, получается, с одного листа я получил шесть деток. Так, что у меня еще здесь? У меня здесь елочки растут. Вот. И, в общем-то, все. Наверное, на сегодня все. Это тоже, кстати, стриптокарпус. Это наш гибрид. И кто хочет, у меня есть вот такой стриптокарпус. Это наш гибрид. Номер у него. Скажу, где он. 1409, что ли. Бум-бум. Я его уронил. Кофеалочная розетка вот такая. Так, а где номер? Номера нету. Я не помню его номер, но я, наверное, его не подписал, потому что он настолько уникальный, что других таких нету. Это гибрид с, сейчас скажу, гибрид со стриптокарпусом, с уникального стриптокарпуса. Вот у меня здесь его детки. Вот они, детки. Я пытаюсь с ним работать, пускать дальше в селекцию. И пока что у меня ничего не удавалось. Почему? Потому что вариабелис. Да, это вариабелис. Гибрид с участием вариабелиса. И проблема в том, что у вариабелиса другое количество хромосом. Оно отличное от количества хромосом других видов стриптокарпусов. И видите, даже с разным количеством хромосом все равно получилось получить гибрид. Но дальше не получается. Хотя у него есть и пестики, и пыльники. У него есть и то, и то. Но он стерильный. Ни в одну, ни в другую сторону. Я пробовал и папа, и мама. И все потому, что количество хромосом, видать, не может разделиться правильно. Вот. И здесь есть только один способ дальнейшей гибридизации. Это обрабатывать колхицином. И получать полиплоиды. Чем я и занимался. Уже два года я этим занимаюсь. И пока что мне... И пока что я не знаю. У меня есть вот здесь вот... Есть детки, которые выросли уже с обработкой, так сказать, специальным препаратом для вероятного получения полиплоида. Вот. Почти все вздыхает, конечно. Но вот у меня что-то выжило. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять штучек. Но я не могу знать, получились ли полиплоиды или не получилось. Это не так легко понять. Вот. Но... Но... Раньше у меня это получалось. Вероятность, конечно, очень ничтожна. Но надо работать. И не всегда они жизнеспособны. Вот. Ну... Работаем. Пытаемся. Глупо делать что-то постоянно одно и то же. С надеждой получить чего-то нового. То есть что-то получить... Чтобы получить что-то уникально новое, нужно делать что-то уникально другое. Новое. Тафтология, да? Ну вот. Кто хочет заниматься серьезно селекцией, то, конечно, просто опылять и высевать и выращивать, это... Ну, это не даст... Это не дает... Это не может дать чего-то уникально нового. В основном, просто высевание, опыление высевания дает комбинацию того, что уже было. Вот. То есть... На самом деле, селекция не такое уж и простое занятие. Так, что я еще хотел показать? Да, в общем-то, и все. Давайте вот и закруглимся, да? На сегодня. Такой черненький у меня тут еще стоит. Черненький, черненький. Это стрелец со звездочкой. Да, конечно, стрелец со звездочкой. Я его пробовал опылять. И детки были. Но пока что мы с него ничего толкового не получили. Сам же стрелец со звездочкой, к сожалению, имеет не очень хорошую розетку. У него сверхуникальные цветки. И многие у меня спрашивают, а можно ли приобрести этот сорт. И мне предложить нечего. Не то, что нечего предложить. Я специально его не продаю, потому что... Вот у меня тут есть его детки. Вот. Вот одна детка. Видите, она... Они... Кстати, вот хорошая детка. Это он. Этот сорт растет. И вот детка, кстати, хорошая. Кто хочет, есть две хорошие детки. Ух ты. Два стрелеца у меня есть. Раз, два. Вот тоже стрелец со звездочкой. И тут он... Фигонько. И тут тоже, видите. Проблема в том, что он быстро измельчается. И перестает растить, наращивать нормальные листья. Ну вот по более старшему растению тут видно. Он перестает нормально наращивать листья. У меня тут грязюка какая-то. Наращивать листья. Ну цветки, конечно, сверхчерные и уникальные. Так, на сегодня все. Пойду, наверное, монтировать. Потому что придется склеивать файлы. Так, что еще хотел сказать. Я собираюсь снять видео по вредителям. И по обзору новых инсектицидов и акарицидов. Это, в частности, хочу затронуть опять тему трипса, мучнистого червеца. Грубо говоря, вот этих скрытых, сосущих, так сказать, вредителей. Трудно страшных для многих цветоводов вредителей. Особенно трипса. И, в принципе, мучнистый червец. Я скажу честно, я не знаю, у кого сложнее вытравить. То ли мучнистого червеца, то ли трипса. Наверное, одинаково. И, в принципе, они вытравливаются одинаковыми препаратами и одинаковой методикой. Поэтому я хочу объединить оба этих вредителей в одно видео. Поэтому и хочу снять это видео в формате стрима. То есть, можно будет задавать мне вопросы. Надеюсь, сделаю это на этой неделе. Наверное. Если будет время. Так что подписывайтесь на наш канал. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok